Сергей Степашин в ходе рабочего визита на Дальний Восток посетил епархиальное управление Владивостокской епархии РПЦ. Государственный деятель уже более 10 лет является председателем общественной организации «Императорское православное палестинское общество». Он встретился с митрополитом Владимиром, чтобы передать гуманитарную помощь и обсудить насущные вопросы. Гуманитарная помощь, отправленная из Москвы в Владивостокскую епархию, состоит из различных средств индивидуальной защиты – антисептиков и хлорных таблеток. Ее общий вес составляет более трех тонн. Будут использовать те средства противодействия распространению инфекций, которые были сегодня переданы императорским православным палестинским обществам. Это и маски, это и те растворы, которыми обрабатываются иконы, другие святыни в наших храмах. Глава Владивостокской епархии отметил, что часть гуманитарной помощи распространят по тем медицинским и социальным учреждениям, с которыми взаимодействуют и где это необходимо людям. Также митрополит Владимиров вручил Сергею Степашину подарок в виде порт-артурской иконы Божьей Матери, отметив уникальность и историческую ценность иконы. Я сейчас приехал с границы с китайской и с корейской. Ну, посмотрел, как китайцы с той стороны и мы здесь. Мы не должны быть хуже китайцев. Мы богатая страна, у нас прекрасный народ, и мы должны жить в достатке и с достоинством. Основной повод командировки Сергея Степашина на Дальний Восток – программа переселения людей из аварийного жилья. Вместе с губернатором Приморского края он побывал в Хасанском районе, где в поселке Хасан накануне сдали эксплуатацию два новых жилых дома. Ключи от квартир получили 69 семей. Дом такой нормальный? Ну, каждый нормальный. Как вы это знаете? Не, ну, вы мне не было, устранили, как бы сейчас претензии нет. В Приморье достаточно успешно сейчас реализуют программу переселения из аварийного жилья. 8 тысяч переселили в прошлый. 6,5 планируем сейчас, плюс 3,5 у нас новые появились, насколько я знаю. Ну, и вот, наверное, завтра мы примем решение о том, чтобы досрочно в конце 2023 года выполнить программу. Хасан стал первым поселком не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке, где не осталось аварийных домов. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова